Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в окружной столице в минувшую субботу в рамках празднования Дня Молодежи. Он проводится в Наринмаре второй год подряд с участием представителей Федерации скейтбординга России. Чем удивили наринмарскую публику профессиональные спортсмены, расскажем в следующем материале. Вы кого полеете? За Лёху. За Лёшу? За Лёшу, который беймиксер. Да. Так, а самокатер поддерживаете? Да. Среди тех, кто приехал сюда, что называется дропать, беймиксрайдер, чемпион Москвы Алексей Степанов. Пожалуй, один из опытных спортсменов. Впервые на трюковой велосипед он сел в 16 лет. Родители как относятся к тому же спектру? Ну, поначалу против были. Ну, собственно, как и все. 10 лет назад это все хулиганство называлось. Сейчас это олимпийский вид спорта. Ну и родители также, они сначала думали, что ты фигнёй занимаешься, на велике катаешься. А потом я их позвал на первое соревнование в Москве. Их очень сильно впечатлило. И они стали меня поддерживать в этом. Сегодня Сташа Алексея составляет 12 лет. Он успешно выступает на чемпионатах и тренирует подрастающее поколение. Впрочем, даже с таким опытом катания падений избежать не удается. Этот вид спорта очень травмоопасный. Падения не расстраивают? Не избивают настройки? Нет. В каком-то плане даже наоборот. Это вызов самому себе. Ну, правда, падения разные бывают. Есть такие, что и не встают люди потом. А есть, так бы... Но падать тоже надо уметь. Это тоже все с опытом. То есть это не просто разложился как... И все. Ну, конечно, да. А были травмы? Да. И там рассечение на голове, руки ломал. Самокатный спорт на фестивале представляет Дмитрий Славнов. К свои 24 года он уже стал призером чемпионата Европы и чемпионом России в своей дисциплине. Признается, начинался с китборда. Но после травмы пересел на самокат. С тех пор не расстается с ним уже 9 лет. Я в основном меняю не самокат, а меняется деталь. Допустим, сломался руль, поменял руль, доска, доску. И таким образом, я не знаю, досок 20 я сломал, руль 30 я сломал. Экстремальные виды спорта любят не только парни, но и девушки. Лиля и Саша виртуозно скользят по перилам и покоряют рампы, вызывая восхищение у болельщиков. Порще всего мы болеем за девочек. Потому что они прям очень крутые. На самом деле девочки в скейтбординге – это редко. Кандидат в мастера спорта по скейтборду, член Олимпийской сборной России Саша Петрова впервые встала на скейт 4 года назад, когда поступила учиться в университет. Признается, совмещать учебу и спорт сложно, но отступать не намерена. На самом деле мы просто с подругой купили скейт и начали кататься. И поначалу это было просто увлечение. Тогда скейтбординг даже не был олимпийским видом спорта. А сейчас… А потом получилось, что его внесли в состав и все начали собирать команду. И в один момент мне позвонили и сказали, что меня берут в сборную. В окружную столицу профессиональные спортсмены Федерации скейтбординга России приехали за пару дней до показательных выступлений, чтобы провести открытые тренировки для местных ребят. Они приехали несколько дней назад. И вот на протяжении всех этих дней с ребятами тренируются, ставят трюки. И на самом деле отмечают, просто они приезжают, заряжают позитивом, мотивацией. И через год приезжают, говорят, блин, ребята ваши очень сильно прогрессируют, новые трюки появляются, уровень катания действительно растет благодаря тому, что происходит такой обмен. В нашем регионе экстремальные виды спорта появились относительно недавно. Единственное время года, когда ребята могут оттачивать свое мастерство, это лето. А место притяжения окружных экстремалов – парк юбилейный. Здесь расположена единственная в округе площадка для катания на самокатах, скейтборде и BMX. Чтобы добиться каких-то успехов, это не должно быть сезонности. Надо круглогодично заниматься. Поэтому на зиму надо обязательно какое-то крытое помещение. Но даже несмотря на климатические особенности нашего региона, ребятам удается добиваться вполне серьезных результатов. Во время соревнований по экстремальным видам спорта с участием окружных спортсменов, жюри определило лучших в трех дисциплинах. В соревнованиях скейтбордистов победил Антон Болгов. Андрей Добряков занял первое место в самой массовой дисциплине – самокат. Олег Кисляков показал лучший результат на BMX. Единственной девушке, участвовавшей в соревнованиях, Зарине Айматовой достался приз зрительских симпатий.